Какой ты видишь победу на Украине? Твое предсказание. Мне снова не согласны много. Я говорил несколько раз об этом. Это лично сугубо мое мнение, что бы я сделал. Победить можно только военно. Реально победить, сделать все, что нужно, можно военно. Нужно что сделать? Уничтожить все эти надзбаты. Максимально возможно. Или их загнать в Западную Украину и западную Украину отдать Полякам. Они по любому их заберут. Или так, или так. Поляки с ними так разобраться, что просто не представляют. Потом они сами захотят вернуться назад в Россию. Надо сделать референдумы. Одесса, Приднестровля, чтобы все это было в составе Русской Федерации. А Украину оставить маленькую окруженную Россию и Белоруссию. Чтобы не имела физическую, как в Украине существует. Только она вообще не имеет границы с НАТО. Как достучаться до сознания украинских граждан? Например, рассказать про большие потери. Ведь они же там искренне считают, что у них потери маленькие, а у российской армии, наверное, пол России уже положили. Знаете как, достучаться сложно, если они этого не хотят слушать. В Ютубе, это открыто, просто запишут. В Ютубе все видишь. Сами украинцы публикуют ролики, где куча этих флагов украинских виз на кладбище. Там потери просто страшно. На телеграм-каналах наши публики, где они бросили своих мертвых. Я смотрел стоти и стоти мертвых, которые им не нужны. И это все можно увидеть. Они просто этого не хотят видеть. Не хотят. Достучаться нереально. Когда захотят? Когда мы будем под Одессой? Нет. Когда мы снова будем под Киевом. А мне кажется, что будем. Потому что по-другому войну сложно закончить. ДН, Киев будет наш? Мне кажется, что будет. Мне кажется, что будет. Но снова в большом городе сложно сражаться. Надо их выманивать и на себя. И здесь быть, где мы все знаем. В чистом поле, в маленьких городах, в маленьких селах. Вот я был, например, в Попасни, там ничего не осталось. В маленьких был, там ничего не осталось. А они все равно прутся и прутся. В Бахмут. Вот это, что делают вагнеровцы в Бахмут. Это просто идеально. Это подарок Запада и подарок Зеленского. Это просто подарок. Они отправили свое элитное подразделение сейчас там, чтобы Бахмут не потеряли. Он реально, как офицер, понимает, что он какого-то стратегического сильного значения не имеет. Ну, имеет, если часу в ярд забрать, если уйти дальше там. Вот тогда имеет. Но сам Бахмут потерять только людей, это просто сумасшедствие какое. Вот если они дают такие подарки, Киев потом падает без сильных боев. Очень хотелось бы. Мне кажется, эта тактика сейчас, которая идет, она очень хорошая. Да, я на такой вопрос просто. Ты в Сербию можешь ездить? Нет, мне нельзя. Меня там обвиняют за организование сербских добровольцев в 2014 году. А я этого не делал. Но сейчас их организую. А сейчас, ну, и там. То есть уголовное дело? Да, нет. Там за это где-то 15 лет светит, мне кажется. Там, я знаю, зачем нужно. Я из Сербии уехал жить в Россию. А по миру ты можешь путешествовать или нет? Или в розыск? Ну, не знаю сейчас. Сейчас не знаю. Я имею в виду в ту же Черногорию. Ну, а зачем? Вот зачем? Нужно. Вот я рыбак. Я люблю рыбачить. Хочешь рыбачить? Вот тебе Астрахань, Дальний Восток. Ты куда хочешь? Байкал. Хочешь увидеть горы? Есть. Хочешь увидеть пустыню? Есть. Но все, что хочешь, можешь увидеть в России. Так что, зачем? Тамо далеко. Да? Давайте. Тамо далеко, далеко от мора. Тамо село моё, тамоя Сербия. Подхватили? Ну, я очень страшно пою. Это моя любимая песня. Знаете, когда делал первый раз презентацию моей книги в Донецку, там мне сделали сюрприз. Узнали, что это моя любимая песня. И парень, который прямо у его голоса оперского песня. Он его спел. Я всегда, когда слушаю эту песню, мне прямо слезы на глаза. И вот я сейчас так держусь. Но реально душа плачет. Потому что, знаете, некоторые люди, которые сейчас приезжают, вот мы там воевали в место, они сейчас приезжали как доброводцы. Говорят, нас Сербия передала. Ребята, родина никогда не передает. Родина тебе не может передать никогда. Могу передать и люди, друзья, политики. Но родина не передает. Но родина, Сербия моя родина. Я ее не могу не любить. Завтра я начну войну, а мне что делать? Вот, инвалид, как это не важно. Но я уеду сражаться за эту родину. Потому что это моя родина одна. Здесь я живу, но родина это Сербия. И каждый раз, когда песня, которая меня напоминает эту родину, это очень радостно и грустно. Ладно, мы тоже. Представляешь, сколько русских добровольцев, если что, с тобой поедет? Очень много. Дэн, спасибо большое. Пожалуйста. Очень приятно. Я надеюсь, мы еще будем встречаться. И я хочу еще вас поблагодарить. У вас есть телеграм-канал на сербском. Да. Это сербами много значит. Потому что, когда нет информации, люди ее ищут везде. И тогда часто попадают на информацию, которая идет со вражеской страны. И теленаправленная информация. Вот пока есть такие каналы, которые стараются на сербском реально работать. Вот это очень хорошо и за Сербию. Спасибо, Дэн. Спасибо за беседу. Очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!